Экватор чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам перевалил. Середина сезона. Третий этап позади борьба в самом разгаре. Был перерыв в соревнованиях. У участников появилась возможность нести кое-какие коррективы, поменять ориентиры и подготовиться к оставшимся трем этапам. Финишный прямой летнего сезона. В некоторых классах уже определились лидеры, а в некоторых наоборот. Борьба ожидает быть напряженной до заключительного шестого этапа. В этом году у нас результаты улучшаются, мастерство участников растет, география расширяется, число участников увеличивается. Во всех классах появляются новые быстрые пилоты. То есть у нас прогресс идет как личность, так и технически. Люди технику дорабатывают, индивидуальное мастерство повышают. С утра шел дождь, и многие участники, испугавшись ненастной погоды, решили не ехать в Полицкойны соревнования. Но затем распогодилось, и четвертый этап, который, кстати, уже один раз переносили из-за непогоды, состоялся. Пусть участников было в этот раз немного, зато это были самые стойкие и преданные мотогонкам люди. Более ответственно подходят люди из Челябинска, в частности, у нас участники очень девушки. В классе стоквумен из Челябинска сейчас занимает первую позицию. В классе минимота участники из Челябинска занимают первую позицию. Также участник в классе суперспорт тоже. Из Челябинска тоже на прошлом этапе у нас занял первую позицию, но, в общем, за счет и в итоге он первым не является. Поэтому челябинские ребята ответственные и очень хороший уровень показывают. Нужно отметить, что в этом сезоне на каждом этапе появляются новые участники, постепенно втягиваются, получают опыт. К примеру, эктеримбурженец Игорь Важенин впервые приехал попробовать свои силы на данных соревнованиях. Просто слышал от друзей, знакомых, что они сюда катаются, любят покататься здесь, приехать на соревнования. Просто любительские тоже катаются. И я решил просто с ними побывать. Но сегодня они, к сожалению, не приехали. Мотоциклы у них сломаны. Погода немножко напугала, даже думал сначала не ехать, но потом как бы приехали сюда и вижу, не зря. Замечательная трасса. Первый раз на такой катаюсь и вообще на подобных, так сказать, на подобной резине, на подобном мотоцикле. Очень непривычно. А вот, например, другой представитель столицы Среднего Урала, десантник Юрий Дронов, уже четвертый год не пропускает шоссейно-кольцевые мотогонки в Полевском. Вспоминает, что начинал с класса Суперстрит, а теперь выступает в суперспорте и мини-мото. В этот раз участию Юрия в соревнованиях не помешал даже профессиональный праздник, День ВДВ. Каждым годом я чувствую, что уровень у меня уже более выше, чем в начале. В 2012 году мой первый этап был здесь. Мы приехали с ребятами просто покататься. А тут проходит этап, нам сказали, давайте заявляйтесь. Мы решили заявиться и с этого все и началось. Настроение отлично. Единственная погода с утра подвела, ждали, надеялись. Но и не подвела погода. Погода несла свои коррективы. Но лучше поздно, чем никогда. Праздник удался и этап тоже, я думаю, сегодня удался на ура. Впереди еще два этапа чемпионата Свердловской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам. И борьба ожидает быть напряженной в каждом из них. О чем она закончится, мы обязательно расскажем в следующих выпусках.